Всем привет! С вами Дмитрий Михайлов. Вы на моем канале Комменбай. В этом видео хочу поговорить о том, как должен правильно выходить дым из трубы дымоходной. Здесь это показательно будет. Я сейчас вам разверну видеокамеру и вы увидите. Вот смотрите, слева дымоход с грибком. Посмотрите, как дым стелется вниз. Вот я сейчас увеличиваю и дым ложится. Он не выходит. Он ложится вниз, начинает по кровле идти. Вот он вообще пошел сюда. Он сейчас возле меня. Видеокамера может не передавать, но он стремится вниз и потом только начинает подниматься. А теперь посмотрите, как выходит дым на дымоходе, где нету грибка. Вот так должен работать дымоход. Вот это правильно дымоход. Собирайте систему дымоудаления правильно и у вас вопросов не будет. Вот, посмотрите, как прет вверх дым. Вот это правильная работа дымохода. Вот это правильный выход дыма. Вот именно так должно быть. А слева у него проблемы с тягой, потому что грибок, он останавливает дым. Он глушит его и не дает выходить спокойно. Соответственно, у вас, конечно, дымоход будет грязный. Конечно, у вас котел будет работать неправильно. Но из-за чего? Из-за таких вот проблем. Я надеюсь, что это видео все-таки было кому-то полезно. Кто-то задумается о установке грибка на систему дымоудаления. Они нужны. Они иногда нужны, но это как исключение. И не низенькие, а высокие. Но это, говорю, подписывайтесь на мой канал, чтобы увидеть, потому что на моих обзорах я периодически показываю продукцию, которую я устанавливаю, с которой проблем нет. Но вот этот, то что вы увидели, вам просто повезло. Два дымохода на одном объекте. Все, монтируйте дымоходы правильно. Задумайтесь о том, нужен ли вам вообще грибок и для чего он нужен. С вами был Дмитрий Михайлов. Comment by. Подписывайтесь на мой канал. Заказывайте мне монтаж дымоходов. Всем хорошего настроения. До новых встреч. Пока.